Традиционные встречи с ветеранами проходят в Волгограде в канун Дня Победы. Сегодня на солдатском привале собрались участники Великой Отечественной из Кировского района областного центра. Место встречи более чем знаковое – Лысая гора. Во время войны здесь шли ожесточенные и кровопролитные бои. Обида стала самым сильным чувством тех страшных 147 дней, пока велись бои за Лысую гору. О своей военной молодости рассказывает участница Сталинградской битвы Зинаида Петровна Степыкина. Во время войны девушка служила стрелком и вытаскивала с поля раненых солдат. Часто мне приходилось вытаскивать раненых. И когда приношу раненого, а он уже не живой. Мне было очень обидно. Поэтому мне Лысая гора очень дорого. Я все время была вместе с бойцами. Вспоминать о войне сложно и тяжело, но это надо, чтобы помнили. Помнили и знали о войне те, кто родился и вырос в мирное время. На таких встречах с ветеранами всегда бывают подростки. Нам очень важно сохранить память, чтобы они рассказывали нам, как это все было, и сочувствовать им, что они пережили это все, что у них все сейчас хорошо. Солдатский привал с песнями, танцами и традиционной гречневой кашей проходит на Лысой горе ежегодно. 7 мая здесь собрались ветераны, которые живут в советском районе Волгограда. И первым делом почтили минуты молчания память тех, кто не дожил до этого дня. К сожалению, ветеранов все меньше и меньше становится. Закон жизни. У нас 500, где-то человек 20-25 ветеранов сейчас участников Сталинградской битвы. Почти каждый день уходят, к сожалению. Потому что всем за 90 годы большие. Но ветераны в строю, это не то, что крылатое выражение, это на самом деле так. Вот и сегодняшний пример. Они и споют, они и станцуют. И в этот раз тоже и пели, и танцевали, строили планы на будущее, как минимум встретиться через год и принимали поздравления. В душе поздравляем вас с праздником. С мира, добра, Божьей благодати. Пусть Бог дает нам хорошие погоды. Пусть мы чаще улыбаемся, пусть будет больше радостных событий мы это уже заслужили. И пусть мы никогда не забудем, что мир очень хрупкий. Эта встреча стала первой для ветеранов в череде праздничных событий. Кульминацией станет парад 9 мая. Для этих людей День Победы был и остается самым главным праздником жизни. Елена Мурмилова, телекомпания «Ахтуба».